Конструктивный диалог. В среду за стол переговоров сели представители ивановских перевозчиков, мэрии и городской думы. Горожане качеством транспортного обслуживания недовольны, но потребовать перемен к лучшему муниципальные власти не могут, упираясь как в глухую стену в закон о нерегулируемых тарифах. Департамент сейчас готовит постановление. По этому постановлению они планируют с 2020 года перейти на регулируемые тарифы. Плюс они отменяют ряд межмуниципальных маршрутов. Мы надеемся, что будет как раз сеть расчищена и больше будет пассажиропоток для МУППТ, и, соответственно, его финансовое состояние улучшится намного. Пока не изменено законодательство и действуют старые договоры, выход из ситуации один – учиться договариваться. Особенно учитывая, что перевозчики тоже заинтересованы в диалоге с властью. На конечных остановках предприниматели обязаны обеспечить для своих водителей возможность справить нужду. Но биотуалеты – дорогое удовольствие и, как показало время, недолговечное. Мы предлагаем администрации взять на себя, так же, как и работу по введению безналичного проезда, так же, как по диспетчерской службе. Это же идет со стороны организаторов перевозок властных структур. Вот здесь в данном случае также заняться. А мы бы заключали, соответственно, как подрядчики договора на обслуживание и просто бы платили ежемесячную плату в месяц. Мы это готовы. У нас проблема постоянно с этими какими-то юридическими однобокими решениями. У города свои условия. Большинство ивановцев не устраивает график движения транспорта в вечернее время. После семи часов общественного транспорта заметно меньше, а после девяти маршрутка и вовсе редкий зверь. Решение этой проблемы также нашли, правда, пока только в теории. Существует такое решение о том, что будет у нас пройдена работа по изменению существующего расписания на муниципальных маршрутов общественного транспорта после девятнадцати часов. Во-первых, там будет оно не интервальное, оно будет поминутное и организовано совместно с перевозчиками, а также с заинтересованными лицами регулярный мониторинг по исполнению данного расписания. С вечерним транспортом есть еще одна серьезная проблема. Топлива одному автобусу хватает примерно на двенадцать часов. После нужно заправляться. Заправочный пункт в Иванове один. И как результат, под вечер там ажиотаж. Проблем много, но пути решения совместными усилиями найти проще, потому в качестве резолюции встречи стороны договорились встречаться чаще. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется этими и другими проблемами пассажироперевозок серьезно и всесторонне. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует...